Вы смотрите программу «Наше утро» в студии Екатерина Назарова и Данила Саламатов. И мы сегодня говорим о приятном для школьников, но и не только, кстати, потому что весенние каникулы бывают и у взрослых. Об этом сейчас и поговорим. С 18 марта по 1 апреля в Челябинской области проходит профилактическое мероприятие «Весенние каникулы», главная задача которого – предотвратить ДТП с участием детей. Сотрудники госавтоинспекции проверяют наличие специальных удерживающих устройств в автомобилях, которые обеспечивают безопасную перевозку детей. Также в рамках мероприятия инспекторы проводят профилактические беседы со школьниками и их родителями на тему безопасности дорожного движения. Насколько действенны такие мероприятия? Помогли ли они снизить число ДТП? На эту тему поговорим с Сергеем Луценко, начальником отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Челябинску. Сергей Александрович, здравствуйте. Ну вот сразу про мероприятие «Весенние каникулы» звучит очень позитивно, но все-таки связано с контролем безопасности. Расскажите вообще, что это за такое вот мероприятие? Профилактическое мероприятие, оно проводится совместно с управлением образования. Цель мероприятия, конечно же, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Не допустить аварий на дорогах участники дорожного движения, юные, как пешеходы, так и пассажиры. Цель, конечно же, снизить аварийность детского травматизма. Так, хорошо, но это мероприятие традиционное, как я понимаю. А есть какая-то статистика прошлых лет, чтобы мы понимали? Да, конечно, мероприятие, правильно вы сказали, традиционное, оно ежегодно проводится. И, в принципе, наша деятельность связана с ежедневной профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Но вот именно в эти периоды, в весенние каникулы, конечно же, мы хотим, чтобы наши дети не попали под колеса автомобиля, не были участниками, пострадавшими, как пассажиры. Статистика, конечно, печальная. В 2018 году 241 ребенок у нас получил травмы. Из них в 28 попали в дорожно-транспортные происшествия по своей неосторожности. Это переход улицы в неустановленном месте, движение по нашим дорогам на велосипедах, нарушая правила дорожного движения. И, к сожалению, три ребенка погибло. Это один погиб в ДТП как пассажир, один переходил в неустановленном месте, проезжую часть, и один ребенок переходил проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. В общем, внимательными нужно быть всегда. То есть это связано как раз и с тем, что недостаточно было внимания уделено безопасности страны и родителей. В комплексе в целом, конечно, эта работа совместная, как я уже говорил, это проблема профилактики, проблема аварийности детского дорожно-транспортного травматизма, она у нас находится на первом месте. То есть самое дорогое, что есть у человека, это ребенок. Поэтому мы проводим различные мероприятия. Например, в пятницу будем проводить группами нарядов ДПС мероприятия на стационарных постах по выявлению нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой юных пассажиров. Так, ну вот смотрите, мероприятия, которые проводятся на постах, а есть какие-то мероприятия в школах, допустим, вы организовываете? Конечно, конечно. Инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, вот первую неделю мероприятия выходили, когда школу еще у нас вели свою деятельность, выходили в классы, проводили конкурсы, лектории, то есть наглядная агитация с видеосюжетами. То есть ребенок, когда визуально смотрит какой-то сюжет или когда человек в форме приходит, он более усваивает материалы, и у него остается в памяти правила безопасного перехода проезжей части, правила поведения на проезжей части. А как вообще вот и родители, и дети реагируют на эти все мероприятия? То есть они прислушиваются, дети как реагируют на то, что приходят сотрудники? Не боятся ли потом? Да нет, я повторюсь, что присутствие человека в форме, это как-то прям, как говорится, вдохновляет их, да, они прям слушают с открытыми ртами, прям глаза блестят, искринки такие, прямо как губочки впитывают. Это как мы с Катей, да, вот сидим сейчас и боимся что-то еще не спросить. А вам потом никто не говорил, что я хочу пойти к вам, работать как вы? К сожалению, чаще всего мы работаем, вернее, не к сожалению, а к радости работаем с юными участниками дорожного движения, им задумываться пока по профессии рано, поэтому мы не предлагаем. Хорошо. Такой еще тогда вопрос, насколько вообще будет усилен контроль патрулирования на дорогах? Я понял вопрос. В особенности в проведении весенних каникул посты нарядов ДПС будут приближаться к образовательным учреждениям. Вторая неделя у нас мероприятие пройдет, уже все школы будут отдыхать, поэтому будем приближать наши наряды, во-первых, плотность нарядов увеличим, и приближать наши наряды торгово-развлекательным комплексам, к паркам, вот, чтобы спрофилактировать и не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Хорошо, Сергей, спасибо вам большое. Мы бы хотели тогда, вот так как у нас весенние каникулы сейчас идут, от вас несколько еще общих наставлений, можно вот в эту камеру для родителей, для детей. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы провели дополнительные беседы со своими детьми о правилах безопасного поведения на проезжей части, на дорогах нашего города, о правилах перехода проезжей части, ведь когда ребенок переходит проезжую часть, даже на зеленый сигнал светофора разрешающий, даже по нерегулированному пешеходному переходу он должен соблюдать определенные правила безопасного перехода. Ну и, конечно же, самим быть примером, примером, соблюдая правила дорожного движения, показывать детям, как нужно безопасно, выбрать безопасный маршрут движения, к тому же парку, школе и личным примером. Хорошо, спасибо вам большое. Я думаю, что сейчас и родители тоже, которые смотрят нас, вдохновились этим. В том числе будет. Спасибо большое. У нас в студии был Сергей Луценко, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. Ну а мы продолжаем. И чем пахнет весна, такой вопрос мы задали горожанам. Ответы нас удивили. Давайте скорее посмотрим традиционный опрос дня.